Тема моей проповеди, голос, который слышит, дает тебе веру. Но я хочу чуть-чуть отблечься и начать с другого. Давайте откроем откровение Анна, 4 глава. Перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола, вокруг престола, четыре животных, наполненных глазами спереди и сзади. Они наполнены глазами спереди и сзади. Спереди и сзади. Я хочу сказать, что это творение, которое имело глаза спереди и сзади, оно видело и прошлое, и будущее. Оно находилось и в прошлом, и в будущем, и в настоящем. Вы знаете, часто мы не видим определенных вещей, которые Бог хочет нам дать и благословить нас. А животное, которое они увидели и видел Иоанн, это животное, говорят о том, что можешь ты иметь сегодня, что ты можешь получить сегодня. Это животное, которое видели прошлое, твое прошлое, твое будущее и твое настоящее. Но они не для этого там на небесах. Они смотрят на славу Иисуса. Они смотрят на славу Божью. Вы знаете, часто нам надо увидеть и усмотреть, на что я смотрю сейчас, что я вижу сейчас, куда мои глаза устремлены. И я прочту интересно. Когда они смотрели, они не могли по-другому говорить. Смотрите. Первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человек, четвертое животное подобно орлу летящему. И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, и внутри они исполнены глазами, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая. Свят, свят, Господь, Бог Вседержитель. Свят, свят, Господь, Бог Вседержитель. Скажи вместе со мной, свят, свят, Господь, Бог Вседержитель. Почему? Павел, можно пригибаться перед камерой? Свят. Почему он свят? Потому что они видели его таки. Они видели его сзади. Они его видели спереди. Эти глаза, они были направлены. Я вам хочу сказать, смотрите, тут написано, что они говорили, кто был, кто есть, и вновь, и грядет. Скажите, и грядет. Они видели будущее, которое было впереди. Вы знаете, когда ты смотришь назад, ты видишь Бога в своей жизни. Когда ты смотришь вперед, ты видишь Бога. Некоторые видят, некоторые вещи только говорящие о Боге. Некоторые смотрят на то, что говорят о Боге. Почему? Они смотрят вперед и видят, что со мной будет. Ничего не будет хорошего. Вы знаете, проблема в том, куда ты смотришь, что ты видишь сейчас. Куда твои глаза устремлены. Животные не имеют покоя, они видят постоянно Бога. Животные это творение, которое было сотворено для того, чтобы показать всему миру, что Бог все во всем. Послушай внимательно. В твоей жизни, может быть, проходят какие-то трудности, но когда ты входишь в присутствие этих животных, когда ты приходишь в присутствие святости и славы Божьей, твоя жизнь кардинально меняется. Когда ты смотришь на славу, твоя жизнь кардинально изменяется. Почему? Потому что ты понимаешь, Он был, Он есть, и Он грядет. Вы знаете, я получил откровение на ночной молитве, я не просто говорю это. И я хочу, что некоторые говорят, да уже это было, уже чудеса прошли Божьи, и пробуждение прошло, уже не будет Его. Он был, я видел это. Он есть, я вижу Его сейчас. И Он грядет. Есть место, в которое Он грядет. И я иду в то место. Послушайте, я хочу, чтобы вы поняли, когда ты идешь в это место, ты будешь направляться туда, в хвале, в поклонении, в служении. Некоторые только, знаете, говорят, что они идут. Ты где? Да я уже рядышком. Вы знаете таких, которые говорят все время? Я уже близко тут. А он еще даже и не вышел. Скоро буду. Он даже и не двинулся в то направление. Почему? Он лентяй. Лентяй не может достичь результата. Тебе надо неусыпно стараться служить и трудиться. Почему? Потому что животные, они неустанно это делают. Правда? И смотрите, и когда животные это делают, там написано, тогда 24 старца начинают поклоняться и петь свои песни. Послушайте внимательно. Тогда 24 старца начинают петь свои песни. И эта песня звучит так. Достоин ты, Господи, принять славу, честь и силу. Ибо ты сотворил все. И все по твоей воле существует и сотворено. И они, когда видят ту хвалу, которую воздают, ту хвалу, которая приходит с небес, что происходит в их жизни? Что может произойти в их жизни? Они начинают по лицам. Чем возбуждается твоя хвала? Вы знаете, тем, что ты видишь. Как правило, тем, что ты видишь. Что ты видишь вокруг себя. Твоя хвала возбуждается этим. Вы помните, мне нравится Исаия, когда он встречается с Богом, он видел вот этих животных, ангелов. Он видел тех, которые созданы были по подобию для того, чтобы славить и прославлять. И Библия говорит, что они тоже закрывали одними крылья лицо, туловище, одними летали. Шесть крыльев. Эти крылья были им даны для того, чтобы они вокруг престола, они постоянно там находились, они не уставали. И что он видит? Он видит славу, и он падает, и он говорит, Господь Святой, я погиб. Потому что я не могу находиться в присутствии Божьем. Смотри, когда он видит славу, он понимает и осознает свою ничтожность, свою неспособность. Но если Бог дает тебе увидеть эту славу, слушай внимательно, он что-то хочет от тебя, и он говорит ему, что я помазал твои уста для того, чтобы ты говорил, и он прикасается углем из жертвенника к его устам для того, чтобы его уста стали чистыми. Сегодня в нашей жизни происходят некоторые этапы, и мы видим что-то в своей жизни, и мы говорим, мы недостойны, у нас не получится. Слушай, если ты войдешь в славу Божию, если ты увидишь то, что Бог приготовил, что Он был, Он есть в твоей жизни, и Он грядет в твоей жизни, то твоя жизнь изменится, потому что некоторые живут в прошлом, когда-то Бог действовал, вот когда-то Он приходил в мою жизнь. Послушай внимательно, у тебя должны глаза и впереди быть, ты должен увидеть то, что Бог приготовил тебе, потому что то, что у тебя есть сегодня, это не все, потому что лишь бы вот это было, Он грядет, скажи своему соседу, Он грядет. Я в ожидании того, что Бог грядет, и когда мы ожидаем, что Он грядет, то я не удовлетворяюсь сегодняшней славой, я не удовлетворяюсь тем, что я получил уже сегодня, я стремлюсь к большему, и вы знаете, некоторые, которые не хотят этого, они видят другую жизнь, у них глаза направлены на другое, вера, это то, что ты видишь, на то, что ты смотришь, то, что тебе показывают кто-то, это голос, который ты слышишь внутри себя, какой ты голос сегодня избрал слышать? Вы знаете, некоторые слышат голос Божий, но они выбирают другой голос, они выбирают голос который говорит постоянно. Вы знаете, дьявол, он не перестает говорить, он говорился Иисусом. Чтобы услышать голос Божий, тебе нужно просто войти в Его присутствие. Но люди не хотят входить в Его присутствие, потому что когда ты входишь в Его присутствие, горе мне, горе мне, мне надо что-то менять, мне надо что-то изменять в своей жизни, потому что вера, она двигает тебя, она начинает двигать тебя. Вера это то, что ты слышишь. Вера приходит от слышания, а слышание приходит, это о вере Божьей. Но есть разные голоса, которые ты слышишь в своей голове. Кто из вас слышит, что голос, который говорит, что вот этот человек плохой, а этот человек хороший. Этот добрый, этот злой. Я вам хочу сказать, это не голос Божий. Голос Божий говорит, все люди хорошие. Еще раз скажу, все люди хорошие. Дьявол, он делает, делит людей на рану. Бог есть любовь. И если он смотрит на человека, он не смотрит как человек. Смотри внимательно. Вера Божья, она зарождается от слова, которое ты принял от Бога. Вера Божья приходит от того источника, от которого ты пьешь. Если это источник Божий, то это вера Божья. Если это человеческие источники, если это писцовский источник, то это писцовская вера и человеческая вера. Мы можем находиться в этом. И вы знаете, некоторые люди, находясь в этом, они получают удовлетворение. Почему? Первый псалом он учит. Не ходит, не стоит, не сидит, но в законе Господа воля его и о законе его он размышляет что? Скажи, размышляет. Для чего размышляет? Для того, чтобы этот голос начал звучать к тебе все громче, громче и громче. Не всегда ты его различишь, не всегда ты его услышишь, но когда ты начинаешь слышать этот голос в твоей жизни, что-то начинает происходить? Ты начинаешь видеть Бога, который сотворил тебя, который сейчас с тобой и который будет творить будущее. Потому что тот голос, который внутри тебя, он творит в тебе веру. Вы знаете, мне нравится, мне нравится, когда Иисус, помните, когда женщина коснулась его, страдавшая кровотечением, он остановил ее, и он говорит, кто-то коснулся с ним. Она должна была это услышать от него. Скажи, она должна была это услышать. Послушайте, некоторым надо услышать, что Бог говорит тебе. Некоторым надо услышать, что Бог говорит твою жизнь. Для того, чтобы вера твоя, она начала возрастать. Да, она начала увеличиваться. Смотрите, давайте откроем Луки, Иван Леонид Луки. Девятая глава. 18 стих. В одно время, когда он молился в уединенном месте, ученики были с ним, он спросил, за кого почитает меня народ? За кого почитают? Хотелось ему знать, чей голос ты слышишь? Послушайте внимательно. Часто мы слышим голоса, которые говорят, не иди в церковь, не иди на служение, не делай того, не делай этого. Вы знаете, голос, который внутри тебя, он может изменить твою жизнь, или в лучшую сторону, или в худшую. они сказали в ответ за Иоанном Крестителем. Разве он был Иоанном Крестителем? Так люди говорят. Скажи, так люди говорят. Вы понимаете? Вера ваша формируется на том, что сказали. Вот моя бабушка говорила, вот поэтому православная вера неправильная, потому что она построена на предании старцев. Она не построена на вере в Бога, она на предании, которое передается. Послушай внимательно, я готов, чтобы вы сегодня услышали меня, но есть тот голос, который звучит внутри тебя, который говорит тебе, слушай, что-то неправильно. Он неправильно говорит. Он неправду говорит. Знаешь, почему этот голос говорит в тебе? Потому что дьявол, он держит и удерживает тебя, для того, чтобы ты не начал творить дело Божье. Потому что дело Божье начинается с того, в кого ты уверовал. Ученики пришли к Иисусу, они спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал, чтобы вы веровали в Него, но есть голос, который говорил все время, разве это Господь, фарисеи, друзья, знакомые. И вы знаете, многие оставили Иисуса Христа, многие ушли, многие оставили Его, но почему, по какой причине? потому что те голоса, которые были в них, они доверились им больше, чем Иисусу Христу. Чему ты сегодня доверяешься? Чему ты веришь сегодня? В том ты будешь находиться. Первый псалом, он говорит, твоя вера должна формироваться не на том, что вокруг тебя, а на том, что ты видишь Бога впереди, сзади и сейчас. Послушай внимательно, Он вокруг тебя, это не просто откровение, я хочу, чтобы вы услышали, то, что ты сегодня видишь в своей жизни, кто-то говорит, пробуждение уже прошло, а я говорю, оно грядет, оно было, аллилуйя, оно есть, и оно грядет, потому что Бог, Он не меняется, сила Божья, она не изменилась, потому что то, что мы видим на небесах, оно происходит сегодня здесь, потому что если твоя вера формируется на этом, ты будешь видеть чудеса Божьи, ты будешь видеть славу Божью, но если твоя вера формируется на том, что говорят, ты будешь видеть Иоанна Воскресшего, Христителя, ты будешь видеть то, что Он Иные говорят за Илью, тоже неплохо, правда, Ильяш был хорошим, правда, ну, сила Ильи на нем была, другие говорят, что один из древних пророков Воскрес, тоже неплохо, чем не мусульмане, они говорят, Иса, пророк, великий пророк, древний пророк, он был, он есть и вновь, послушайте внимательно, я верю в Бога, который есть, был и вновь грядет, я вижу его, вы знаете, самое интересное, когда ты начинаешь это видеть, он спросил их, а вы за кого почитаете меня, отвечал Петр, а где Петр сказал, за Христа, за Христа Божьего, но он строго приказал, и они не говорили, они должны сами дойти до этого, слушай внимательно, послушай внимательно, сколько бы я раз не говорил тебе об Иисусе Христе, ты не получишь это откровение, если ты не придешь в поклонение присутствия Божьего, если ты не увидишь этих животных, которые говорят о том, что он был, он есть и вновь грядет, в твоей жизни Христос должен отобразиться, в твою жизнь Христос должен прийти, тогда слава Божья придет в твою жизнь, потому что некоторые хотят получить славу, ничего не увидевши, вера приходит, слышим, чему голосу ты доверяешься сегодня, моему, послушай внимательно, у тебя должна быть своя вера, потому что ученики, которые должны были говорить и проповедовать об Иисусе Христе, они не могли идти со своей верой рассказывать, еще раз скажу, они не могли со своей верой идти и рассказывать, потому что Иисус сказал, ждите обещанного, когда придет сила к вам, послушай внимательно, поэтому без силы не надо ничего делать, откуда приходит сила, он есть и он грядет, он был с нами, он есть со мной и он грядет, если бы они рассказывали об Иисусе, который был, это вера на прошлом, поэтому мы можем ходить в рясах или еще в чем-то, мы не прогрессируем, мы деградируем, но он был, он есть и вновь грядет, послушайте внимательно, когда твоя вера, она растет, то и все остальное возрастает, знания умножаются, откровения приходят, сила приходит, но религия делает что? Она говорит тебя и возвращает в прошлое, она показывает, что там было, а здесь нет. Кто это? Я. Хотя он о правильных вещах говорит, он говорит о вере, вы понимаете меня? Он говорит о том, что было, но я не хочу иметь веру, которая была, я хочу иметь веру сейчас. Вы за кого меня почитаете? За прошлых пророков? Или за сейчас Христа Божьего? Сегодня надо просто признать, что я признаю Иисуса Христа в своей жизни сейчас, для того, чтобы иметь сейчас те блага и благословения. И он говорит, никому не рассказывай. Петр никому не рассказывай. На всем камне я буду строить церковь. Ты Бог, Ты Господь, на всем камне я буду строить церковь. Этот камень, который будет творить волю Божью, этот Петр, он все изменил его откровение. Не плоти кровь открыли тебе. Но Отец Моц Сущий на небесах. Когда Бог дает ему откровение, он меняется, он изменяется. Почему? Вы знаете, да, он оставил его. У него не было сил, у него не было возможности. Он не увидел его грядущим, потому что у него не было возможности. Вы знаете, почему Петр оставил? Он не увидел Иисуса грядущим. Он верил в Иисуса сейчас. Он верил в то, что Иисус может сделать ему сейчас, исцелить сейчас, благословить сейчас, воскресение мертвых. Сегодня некоторые верят также сейчас. Эта вера ограничена. когда животные поют, когда животные они говорят, то они говорят совсем о другой вере. Они говорят о вере, которая есть и которая грядет. Смотрите, Господь мой, Он есть Бог будущего. Он есть Бог будущего. И Иисусе есть будущее. Кто-то не видит себя в будущем. И вы знаете, Петр, почему он отрекся от Иисуса Христа? Ему страшно стало за свою жизнь. Он не видел уже будущего, если бы он сказал, что я с Христом. Вы знаете, некоторые отрекаются даже от настоящего, потому что они не видят будущего. Некоторые уходят от настоящего, потому что они не видят будущее с Богом. Знаете, они входят в работу, в дела, в семью или еще в какие-то заботы, потому что они не видят в Боге будущего. Но если ты войдешь в поклонение Божье, в твоей жизни откроется Бог будущего. кто был, кто есть и вновь грядет. Кто был, кто есть и вновь грядет. Я хочу, чтобы ты услышал, он грядет в его откровение, чьему ты слову сегодня поверил? Тем, которые говорят вокруг тебя, или ты хочешь видеть этого Бога? Я хочу видеть, я хочу услышать его голос. За Христа Божьего. За Христа Божьего. Но он строго приказал им никому не говорить об этом. 23 стих прочтите вместе. Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми гряд свой и следуй за мной. Страх увидеть будущее заключается еще в том, что надо потрудиться. Животные, которые, они не устают. Если ты устал служить Богу, и твоя усталость, она приводит тебя к тому, что ты уже не хочешь делать те вещи, которые ты делал раньше, молиться, исполнять Слово Божье, проповедовать, благовест, ты стесняйся, отвергни себя. Ты не можешь находиться постоянно в славе Божьей, если ты не отверг себя. Следовать за Иисусом Христом в будущее могут только те, которые отвергли себя. Я хочу, чтобы ты услышал еще раз. В будущем с Богом может быть только тот, который отверг себя. Если ты не отверг себя, ты не можешь. ты можешь быть с Иисусом сейчас, ты можешь наполниться Духом Святым, даже получить исцеление, даже получить то благословение, но ты не будешь иметь будущего. знаешь, что лучше сделать? Иди домой, собери вещи, будь дома, сиди возле телевизора, пей кофе, у тебя все равно нет будущего. Но если ты веришь в Бога, который в будущем, тебе надо отвергнуть себя, отвергнуть свое желание, которое мне хочется, потому что это тот голос, который говорит мне. И вы знаете, не всегда это дьявол, это моя плоть, голос моей плоти говорит мне, что мне не хочется, что я не желаю. Не всегда это дьявол, правда? Это голос, ну, пожалей себя, подумай о себе, посмотри на свою жизнь, ты и всегда он будет говорить о тебе. Вы знаете, когда дьявол приходил к Иисусу, он имел отношение к плоти, потому что Иисус знал свое будущее, да? Он знал, кем он был, он знал, кем он есть. Но если ты не готов отвергнуть себя, если ты не готов последовать за ним, то у тебя нету будущего с ним, ты не сможешь находиться в нем. Он был, он есть и много идет. Ты можешь ощущать его присутствие, если ты живешь вчерашним переживанием Бога в своей жизни уже 250 лет, или 25, или 10, или 15 лет, у тебя нету будущего. Если ты веришь только в настоящее, у тебя тоже нету будущего. Послушай внимательно, Бог, Он хочет, чтобы ты смотрел гораздо дальше, поэтому Дух Святой, Он пришел возвести нам еще расскажу, Дух Святой, Он не просто пришел сказать что-то нам, что вы такие грандиозные, что у вас все выйдет, что у вас все получится, хотя так и будет. Он говорил о будущем, и будущее возвестит вам. Есть будущее, и я вам хочу сказать, для будущего надо работать. Почему? Потому что Иисус, Он знал, что Он пойдет на крест, Он воскреснет третий день, и Он говорит, я буду работать для этого, я буду трудиться для этого, я все сделаю для того, чтобы это исполнилось. Если ты сегодня не трутишься, если ты сегодня не стараешься ничего сделать в твоей жизни, может быть, ты живешь для настоящего, ты хороший человек, ты добрый человек, в твоей жизни все хорошо, но у тебя нет будущего. Он дает будущность и надежду. Это один из голосов, который говорит тебе, пожалей себя, подумай о себе сейчас, в данный момент. Отвергни себя, возьми крест свой, исследуй будущее. скажи, следуй за мной. Следуй будущее. Послушайте, Иисус всегда дает будущее. Он не говорит о том, что ты следуешь сейчас, Он говорит о том, что ты начал следовать вчера, ты следуешь сегодня, и ты должен следовать в будущем. Он дает будущность и надежду. Есть то откровение, которое Бог дает в твою жизнь. Некоторые оставили это. Слово Божье, оно тебя стимулирует искать Бога в будущем. Потому что если вы живете и вы чувствуете свою жизнь бесцельно, то вам нужна будущность и надежда. Вам нужно откровение Слова Божьего, которое изменит вас. Иисус говорил об этом. Вера твоя формируется на чем? На том, что ты слышишь от Бога, на том, что ты слышишь Бога, на том, что ты получил откровение от Бога, и ты находишься в этом, следуешь за Ним и двигаешься. Или ты живешь ради сегодняшнего дня? Отвергни себя. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет его. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет его. Ибо что польза человеку приобрести весь мир по себе самому погубить или повредить себе. Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей и Отца, и святых ангелов. Свят, свят Господь Слава. Свят, свят Господь Бог. Все держите. Свят Свят Кто был, кто есть и кто грядет. Кто был, кто есть и кто грядет. Мы поем эти слова, но в этих словах заключается вся истинка. Это будущее твое и мое, откровение твое и мое. Кто был, кто есть и он грядет. И я смотрю на прошлое. Я смотрю на прошлое. Там Бог. Я смотрю на настоящее здесь Бог. И в будущем меня ожидает присутствие Божьей руках, Божьей милости. Почему? Потому что я верю в это. Если я верю в Бога сейчас, я верю в будущее, моя жизнь не закончится даже когда я умру. Потому что верующий в Него если умрет, то воскреснет. Но Он говорит, не умрет вовек. Почему? Потому что те, которые находятся в будущем, они не могут уже жить прошлым. Даже настоящим не могут жить. Слушай внимательно. это фантастика. Но это то, что Бог тебе хочет показать и рассказать. Тебе ничего не страшного. Тебе ничего не боится. Ты ничего не стесняешься. Да ты вообще ничего не потеряешь. Ты только приобретаешь с ним. Есть еще голос. Знаете, некоторые слышат свой звоночек в старости. Кто из вас слышит звоночки здоровые? По врачам начинают ходить? Не, я не против, чтобы вы по врачам ходили. Но если через счет то это очень плохо. Послушайте, это звоночек. Голос, который говорит тебе все твое время исходит. И ты концентрируешь внимание на ком? На себе эгоизм. Такой мини эгоизм. Представляете, Иисус концентрирует внимание на себе на Христе и думает. У меня так болит. Все болит. Позовите мне доктора. И ни одного десяток или двадцать, потому что его не только били, его размножили плоть, его били до такой степени, что повредили внутренние органы. Мне надо УЗИ сделать. Срочно. Он не об этом думал. Он думал о будущем. Что давало ему силу там находиться? Что дает тебе сиру проносить твой крест? Голос, который ты слышишь в своем теле? Да ты умрешь от болезни, брат, сестра. потому что здоровыми люди не умирают. Вы знаете это? Патологи анатоми точно знают. Но если ты концентрируешься на этом только, он дает будущее. И он говорит, слушай, я отмерил тебе срок, и никто не может отнять у тебя. И даже твое здоровье, оно не может отнять у тебя. И даже твоя плоть, и даже твои болезни, которые есть в тебе, они не могут отнять тебя. Чем словам ты веришь? Вы знаете, некоторые верят в слово, которое говорит внутри. Это не всегда дьявол. Это вера человеческая. Ты находишься в этой вере. О, попечение о плоти не должно вас перерасти в угождение. Понимаете? Попечение это не значит, что я кушаю, я должен нормально питаться. Если я ленивый человек, то я не приготовлю себе ничего кушать. Я буду питаться всякой ерундой, а потом жалуюсь на желудок и на все остальное, на печень. Так это проблема кого? Настоящего меня. Если Бог к тебе обращается, Он говорит, слушай, я хочу, чтобы ты видел настоящее свое и не находился в том, что ты находишься. Вы знаете, я ненавижу людей в депрессии. Честно. Я ненавижу этих людей. Потому что депрессивные, они вводят в депрессию всех вокруг себя. в депрессию в депрессии. В депрессии в депрессии. послушай внимательно. Так что будьте внимательны, с кем вы общаетесь. Если человек находится в унынии, то ему надо молитву, ему надо смотреть на будущее, его надо выводить из этого состояния. Депрессия это то, что может повлиять не только на него, но окружающих. Вы знаете, я хочу, чтобы когда Иисус боролся и был в борении, помните, что ученики переживали очень сильную как бы как там написано, я не помню, дословно. Сейчас это я прочту. Ну это печально разве там написано, да? опечалились, да, опечалились. Это была печаль в них. Вы знаете, когда Иисус находился в борьбе, Иисус всегда нес жизни, радости, и тут вдруг он в борьбе, в гефсиманском суде. И знаете, ученику смертельная там печаль, печаль не написано, не просто печаль, а смертельная печаль. и вы знаете, у них эта смертельная печаль привела их к такому состоянию, что они все позасыпали. Как депрессия, так спать всем хочется, да? Плоть, она заставляет тебя уже плохо. Что надо Иисус прилежнее молиться. Не слушай свою почву в тот момент. Когда тебе приходит депрессия, ты должен ее побороть. Встаньте, пойдем. И вы знаете, когда воины подошли к Иисусу Христу, кто здесь из вас Христос Иисус то есть? Он говорит, я не ушел. И они упали. Знаете, почему они упали? Вы знаете, вы знаете, в нем была такая сила, в нем была такая сила, что она могла поразить любого человека, который стоит против тебя. Любую плоть, которая стоит против тебя. И вы знаете, он имел радость, которая была в нем. Он подкреплялся для того, чтобы дойти до креста. Вы знаете, ты никогда не исполнишь волю Божьей, будучи в депрессии. Выйди из этого состояния. Запрети нечистому духу, но тебе надо бороться самому. Иисус был там, где все они. Учеников попросил бороться, он смертельно одолело и все. Я ненавижу это состояние. Хотя бывает у меня такое состояние. У каждого бывает, правда? Я ненавижу таких людей. То есть я ненавижу себя так. Знаешь, почему это происходит? Потому что мы не хотим бороться, мы не хотим побороть себя. Наша брань не против крови и плоти, но против духов слабых. И вы знаете, дьявол всегда имеет отношение к порте. И он говорит, пожарись, подумай о себе. Укрепляйся, Господь. Аминь. Давайте откроем еще одно. Ефесяна. Ефесяна. Я подхожу к концу. Шестая глава. Когда человек думает о будущем, он должен подготовиться к чему-то. против тебя будет сражаться весь мир. Против тебя будет сражаться все вокруг. Даже плоть твоя будет сражаться с тобой, говорить тебе, там, ну, оно тебе нужно. Смотрите. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облегитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявола. Десятый стиль. Вы знаете, что козни это то, что он делает, то, что он пытается делать. Козни дьявола дьявола. Потому что ваше брание против крови и плоти против начальств, против властей, против мира правительства, мы века этого, против духов злобы поднебесного. Я один, а столько их. Я хочу, чтобы вы услышали. Каждый день вы сражаетесь. Встаете с утра, вы сражаетесь. Но без веры невозможно победить. Без веры невозможно победить. Чей голос ты сегодня слышишь? Что сдаться противостанему твердой веры. Дьявол всегда будет говорить, да, один раз, не страшно. Послушай внимательно, это смерть. Это нельзя. Ты не должен поддаваться на уловки сатаны. Если дьявол тебя пытается заманить чем-то, он всегда тебе что-то предлагает и говорит, слушай, Бог же добрый. Он не рисует твое будущее, он рисует твое настоящее. Он не может говорить о будущем, потому что будущее в Боге это когда ты исполняешь его волю. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолевшее устоять. У каждого бывает день злой. Депрессия это день злой. Уныние это день злой. Все преодолевшее устоять. У каждого это бывает, слушай внимательно. И если у тебя это сейчас, тебе надо противостать ему твердой верой, потому что у тебя есть будущее. Послушай, я тебе сегодня заявляю со всей ответственностью, у тебя есть будущее. Смотри на будущее свое, потому что Бог предназначил тебе славу, Он предназначил тебе силу, Он предназначил тебя благословить. Ты и твой дома не спасутся. Если ты видишь это будущее, это живет только прошлое, и не настоящее. Перестань выйди из депрессии, выйди из того, что дьявол на тебя навешал, наговорил тебе. Смотри внимательно. Итак, станьте припоявшим через лето ваши истины. Что очень важно, Слово Божье, пребывай в истине, в Слове Божьем, облекитесь в броню праведности Иисусом Христом, потому что есть Тот, Который заслужил тебе это, есть Тот, Который дал тебе это, и обувься ноги в готовность благовествовать мир. Готовность благовествовать мир. Есть то, что Бог хочет, чтобы в твоей жизни происходило постоянно. В твоей депрессии ты можешь благовествовать другим. В твоем сражении ты не просто так проходишь, ты благовестник. Ты понимаешь меня? Ой, мне так плохо, я не буду никому свидетельствовать. Ты благовестник, слушай внимательно, если ты проходишь трудности, значит у тебя все в порядке. Дьявол воюет против тебя, но ты имеешь власть противостать ему, опусться, просто опусться, просто обуй ноги в благовествовать мир, потому что есть люди, которые нуждаются сегодня в спасении, в исцелении, в благословении, есть люди, которые сегодня нуждаются в Иисусе Христе. Я вам серьезно говорю, а больше всего возьмите щит веры, которым можно угасить все раскаленные стрелы и лукавы. Вы знаете, вера это то, что формирует твое сознание, твой разум, твое внутреннее. И вы знаете, оно может относиться и к твоей плоти, и к твоим ногам, и к твоему благовествованию, и к твоей голове, потому что щит укрывает все. И тут дальше интересно шлем спасения. Есть тот шлем, который дьявол должен всегда видеть. Спасение говорит о будущем. Спасение всегда говорит о том, что было, есть и вновь глядет. Спасение это говорит о том, что было, есть и вновь глядет. И некоторые забыли об этом спасении, некоторые забыли, что они спасены верой в надежду. Скажи, будущее спасения. Смотри внимательно. И я совершаю это спасение, когда я подчинил разум свой кому? Исполнению его воли. Потому что шлем спасения это исполнение его воли. Исполнение того, что он хочет. Я заканчиваю. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом. Старайтесь об этом самым постоянством моления о всех святых. Для всех святых. Почему он говорит о святых? Потому что все святые проходят трудности. Знаешь, почему за меня надо молиться и за тебя? Потому что все мы проходим трудности. И нам надо готовность благовествовать в мир. И даже когда я прохожу трудности, у меня должны быть ноги обуты. Вы понимаете меня? Потому что есть люди, которые нуждаются. Кому ты сегодня поверил? Какой голос говорит тебе? Сдайся. Отверни его. Он очень шумно тебе говорит. Он говорит, что твоя жизнь уже состоялась. Все, ты не достигнешь большего результата. Но я скажу, Бог, Он есть Бог будущего. Только я знаю намерение о вас. Намерение моего благо, а не на вздох, чтобы дать будущность и надежду. Если ты видишь Бога творящим в своей жизни, ты не останавливаешься, ты не ленишься, ты не переживаешь за то, что будет происходить. Потому что некоторые устали, некоторые начинают думать превратно. И вы знаете, дьявол подсовывает самое важное в своей жизни. Твоя плоть, семья или еще что-то. Отвергни себя. Да ты сам посмотри на себя. Отвергни себя. Отвергнуть себя. Послушайте. Это безумие. Потому что ученики оставили все. Оставили свои дома. И вы знаете, они последовали за Иисусом Христом. И когда Иисуса не стало вдруг, они каждый разошлись обратно. Они решили идти обратно. Вот мы оставили все. Они не увидели будущего с ним. И они перестали следовать за ним. Вы знаете, чем христиане сегодня отличаются от тех учеников? Мы когда приходим каяться, мы говорим, Господи, прости, освободи меня от всякого. Я буду исполнять волю Твою. И как только мне подходит воля исполнения, воля Его. Господи, пошли к другому. Не я, а кто-то другой пускай. Молиться, та ну, мне лень, мне нет. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы не видим себя таких. Почему? Потому что мы не видим Иисуса Христа в своей жизни. Мы отошли от Него. Следуй за Ним. Некоторым надо сегодня возвратиться. Да? Некоторым надо покаяться. Некоторым надо запретить тому голосу, который говорил к тебе так громко, что он заглушил даже голос Божий. Послушай внимательно. Мне Наташа рассказала историю очень интересную. У меня такой доволен, давайте. Она рассказала о Ное. Почему он не мог проклясть своего сына? Потому что Бог его благословил. Он проклял своего правдника. Коклятый хаман. Внука, внука. Он не мог сына. Потому что Бог сказал, когда они вышли из Ковчега, и благословил Бог Ноя и детей его. А потом чуть дальше произошла такая ситуация, которую вы знаете. Он не сделал почтения. Просто не почел своего отца. Непочтительно отнесся к своему отцу. И он не мог проклясть. Даже Ной, понимая и осознавая, он не мог проклясть то, что уже было доставлено. Ты боишься каких-то глупых проклятий? И скажи, если Бог меня благословил, то что может быть против меня? Кто может быть против меня? И вы знаете, некоторые говорят надутые пустые слова, и они не видят это. Что они потом будут страдать? Проклятия приходят к тем, которые не понимают, что благословение уже принадлежит Богу. И он за него будет горожек. Он будет заботиться о нем. Даже если он сейчас не в послушании. Я его благословил. Не трогайте его. Я его благословил. Не касайся его. Поэтому будь осторожен с братьями и сестрами. Рядышком. Ты понимаешь меня? Не сильно спорь. Потому что Бог его благословил тоже. Скажи аминь. Если ты приходишь к Богу, ты становишься сыном Божьим. Он заботится о тебе. Он богословляет тебя. Спасибо Наташу за это. Откровение. Там спор был в чате интересный. А я говорю, Наташа, а почему? Я же не знал этого. Я тоже не знал. Но она и следует сами. И вы знаете, когда тебе открывается Слово Божие, оно не просто тебе открывается, а для того, чтобы ты не сделал ошибку в будущем. Правда? Почему я об этом сказал? Будьте осторожны с теми, которые благословенны. Надутые слова, нельзя говорить о них. Потому что сам пострадаешь. Будьте осторожны. Послушай, если Бог избрал тебя и наградил тебя, благословил тебя, наполнил тебя, какая депрессия может быть, исполняя его волю? Выйди из этого состояния, своего дурмана, в котором ты находишься, одурачивания самого себя. Дьявол обманщик. Дьявол обманщик. Не библейское слово. Да. Но он обманщик. И он тебя одурачил. Тебе надо выйти и сказать, Господь, прости меня. Вы делали ошибку когда-то в своей жизни, а вы говорили, какой я дурак. Или какая я... Что? Послушалась. Или послушался. Я думал, а это... Это обман сатаны. Нет, это не обман. Это желание плоти. Библия говорит плотские, а плотском поможем. А духовные? Вы знаете, что вы духовные? Слушай внимательно. Ты духовное существо. И ты помышляешь об этом. Ты не понимаешь и не осознаешь, но твоя нужда помышлять об этом гораздо больше, чем ты себе можешь представить. Поэтому тебе нужно что-то изменить в своей жизни. Перестань верить тому, что говорят вокруг тебя. Знаете, с чем я сражался первое время здесь в Брисполе? О церкви говорят плохо. Ну, тут о всех церквях говорят плохо. Вы знаете, тут такие сплетни говорят. И все говорят о пастырях, что тот пастырь не тот, тот пастырь не. И мне, знаете, я некоторых говорил, так, ты больше не ходи сюда в церковь, потому что ты разносишь плохие слова, ты выдумываешь что-то. Вы знаете, я понимаю, что убери того человека, который кощунствует, говорит неправильно. то, что благословенно, оно не может быть плохим. Мы должны это понимать и осознавать. Поэтому держи свой рог на замке, если не можешь благословить брата. И мне лучше благословить. Понимаешь меня? Ты понимаешь меня? Ты понимаешь меня, о чем я говорю? Благословляйте, а не проклинайте. Есть то благословение, которому вы призваны. Есть та благодать, в которой вы находитесь. Поэтому мы должны разбить вот это, то, что здесь, я верю в спасение этого города. Но этот дух, не чистый дух, который разносит худое, плохое, как фарисействующий дух. Знаете, они всегда говорили об Иисусе, чтобы улезли учеников за собой. Так и происходит здесь. Но наша брань не против крови и плоти, но против духа. Дух – это слово. Дух – это то, чем человек дышит, живет, о чем он думает, размышляет, о чем мы говорим сегодня. Когда с человеком чуть-чуть поговоришь, и ты понимаешь, в чем он находится. Просто чуть-чуть. Верен, и ты с ним оживаешь. Потому что он говорит о каком-то будущем, а не... И есть люди, которые говорят и обсуждают других. Недовольны, бурчащие. А они думают о других, что все не так им сделали. Вот тот, вот тот, не тот, но этот нет. есть такие вот? Да и есть. Эти люди, они должны выйти из этого. Первое, что нужно сделать, противостояние твердой веры. Вам надо стать против поздно-дьявольским. Вы знаете, некоторые думают, что... Как стать? А я вам хочу сказать, что простым. первое, что тебе надо отречься от того, что было в твоей жизни. Взять свой крест и следовать за Иисусом Христовым. Увидеть свое будущее. Это надо делать не один день, не два, не три. Молодец. Все время. Все время. И когда ты его чувствуешь, и когда ты его не чувствуешь, и когда есть у тебя благословение, и когда нет у тебя благословения, и когда ты болен, или когда ты здоров, когда ты исцелен, или когда ты сокрушен. Всегда. Видел я всегда Господа. Он одеснует меня. Не поколебуюсь. Господь Бог со мной. Вы знаете, как я вижу сегодня в нашей жизни. Мы должны увидеть то будущее, которое Бог предназначил для этого города. Противостояние. Но ты не победишь его здесь, если ты не победишь его на своем уровне. Понимаешь? Давайте вставим. Я задам вопрос. Если кто-то желает изменить свою жизнь, изменить свое положение перед Богом, первое, что нужно сделать, слушайте внимательно, это признать свою ошибку. Без признания это невозможно. Вы должны сказать, да, я согрешил, да, я не прав. Второе, я должен исповедовать свою жизнь. И третье, я должен принять решение следовать за ним. Взявши крест. Если ты просто каешься, знаете, есть те, которые покаянцы. Они приходят покаяться. Покаянцы. Они приходят только покаяться и все. А следовать не хотят. И думают, что таким образом они спасутся. Нет. Нужно принять решение следовать за ним. Принять решение. Взять крест. Разбей свой крест. Если вы забыли. В чем взять? Послушай. Ты даже знаешь некоторые вещи, с которыми тебе надо страдаться. Начни читать Слово Божие. Начни посещать постоянно служение, молитвы. Начни пребывать вон. Иисус сказал, Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут, тогда будете мои ночи в тампе. Тогда, чего не попросите, будет вам. Он всегда говорит о будущем. Вашу жизнь. Кто-то не видит уже будущего. Знаешь почему? Потому что следуешь за своей плотью. Кто-то находится в депрессии, потому что забыл о кресте. Есть борьба, которая должна быть. Я хочу, чтобы мы просто склонили голову и сейчас начали молиться. Если бы я позвал всех, все вычлены на этот сегодня. Но мы не сделаем этого. Мы сегодня принимаем решение. Мы сегодня принимаем решение. Да? Скажи, я принимаю решение. Я принимаю решение следовать за тобой, Господи. Чего бы мне это ни стоило. А, но будь своё. Как в среду я проповедовал, у тебя должен быть подвиг души. Твой подвиг. Ты должен совершать свой подвиг. Вера Его, откровение Его, но подвиг Твой, дела Твои, поступки Твои. Аминь. Господь, я прошу Тебя, коснись, Господь, и благослови нас. Дай нам видеть Твою славу, дай нам видеть Твою силу. Благослови. Благослови своей милостью и наполни своей благодатью. Господь, Ты видишь каждого из нас. Ты видишь наши сердца, Господь. Те, которые ослабели. Те, которые сегодня, Господь, нуждаются в Твоей поддержке. Поддержи, Господь. Благослови, чтобы они видят, Господь, Тебя. Сегодня и сейчас, Господь. Могли уверовать в то будущее, что Ты приготовил для них. Господь и следует за тобой. Господь, дай принять решение. Дай принятое решение, Господь, следовать до конца для получения того венца, Господь, которого Ты приготовил. Я прошу Тебя, благослови каждого моего брата и каждого сестру. Я молю Тебя за каждого, Господь, в этом зале. Я прошу Тебя, благослови, пусть Твоя воля исполнится в нас. Во имя Иисуса Христа я благотворю. Великий Бог. Алли-луйя, алли-луйя, в Бога, в Щеке, в Ахолу. Алли-луйя, оба, в Бога, в Ахолу. Алли-луйя, оба, в Ахолу, в Ещеринку. Алли-луйя. Алли-луйя. Давайте просто споем эту песню снова и снова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Все. Ты плохо стараюсь, восстанавливающе, ранами твоими мы селились. Господь, Иисус, Иисус, Иисус. Вы кого-то были страхи, но они и оставили вас. Послушайте, Бог говорит, не бойся, не бойся. Первое, что Он говорит, Он говорит, не бойся Он есть, и Он грядет Он был, Он есть, и Он грядет Не бойся Господь, я благою Тебя, я славу Тебя За силу мою Святый, святый, святый Я слава всех кущих Кто был, кто есть, и кто Я против Святый, святый, святый Господь я благою Тебя! Я славаю Тебя Кто был, кто есть, и кто Я против Послушайте, возьми крест свой, и следуй за мной. Надо что-то сделать, принять решение. Послушайте, я говорю давно верующим. Почему? Потому что вы ощутили, что Бог оставил вас. Как будто Бог оставил, и вы пошли в свою работу, в свои дела, в свои мысли, в свое здоровье. Пошли заниматься спортом или еще чем-то. Я вам хочу сказать, Бога ничего не заменит. Это не заменит Бога в твоей жизни. Библия говорит, защите Господа и будете живы. Я вам говорю, я не могу за вас это сделать. Каждый должен сделать это за себя. Я за себя, ты за себя. Взыщи Бога. Если ты взыщешь Бога, всем сердцем, он откроет за тебя. О, у тебя будет столько сил для всех в этом городе, для каждого человека. Твоего сердца открыто. Твоего сердца открыто. Твой разум открыт. Поэтому с Иисусом было так много. Аминь. 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 Аллилуйя. Скажи, я избран. Я избран для того, чтобы нести его свет, чтобы нести его славу, нести его силу. Послушай, ты избран. Дьявол обманывал тебя, и он всегда будет обманщик в твоей жизни. Выйди из этого. Послушай, тебе не надо никому ничего доказывать. Тебе просто надо быть в этом. Находиться в этом, житель, ни с кем не воюй. Потому что ты тратишь время и силы на ненужное. Войди в его присутствие. Войди в его славу. Перестань воевать с теми, которые воюют с тобой, которые кажутся тебе злыми, непослушными. Перестань. Слушай, если бы Бог воевал со всеми, если бы Бог воевал со всеми, и Иисус пришел воевать, но Он шел, как написано, Он шел исполнять волю. Перестань воевать. На сражение ты тратишь столько сил, а это можно было потратить на другое. на ругань, на обиды, на злость. Перестань. Дьявол-обманщик, это тебя не благословляет. Это тебе не дает силы. Знаешь, что даст силу? Радость. Мир. Его любовь. Его присутствие. Его благословение. Он был, Он еле скидок прятает. Он есть. Он есть! Аминь! Как приятный! Как приятный! Думок пришлось в Его славе! Зимни! Святый! Святый! Господь во всемогущий! У тебя есть шлем! Спасение! У тебя есть шлем! Да? У тебя есть шлем! У тебя есть шлем! Послушай! Твои мысли сейчас управлены в одном! Ты совершаешь свое спасение! И все, что не относится к спасению! Не важно! Аминь! Вот так приходит! Правильное отношение! Правильные мысли! Аминь! Аллилуйя! Жду всех на ночной молитве! После ночной будет! В среду у нас причастен! Не забудь! Воскресенье! Самое замечательное для меня! Мы не просто смотрим с надеждой в будущее! Мы знаем! Будущее! Когда смотрим и веруем в Иисуса Христа! Смотрим на Него! И веруем на Него! Поэтому мы празднуем Пасху! Пасху Иисуса Христа! Которую Он дал нам! Он дал нам! Он наша Пасха! Аминь!